Путешествие в тысячу миль, как известно, начинается с первого шага. Наши ведущие Антон и Жулдыс уже проехали сотни километров по бескрайним просторам нашей Родины. В прошлой программе мы поднялись к самому высокому водопаду Дургенского ущелья – Кайрак. Попытались разгадать космическую тайну долины Шаров, Торыш, что находится в Мангастауской области. Исыкское озеро выразило нас своим великолепием. А еще мы открыли для себя новую страничку из карты сакральных мест Казахстана – подземная мечеть Султана Пея. Антон и Жулдыс полны энергии и готовы к новым высотам. И сегодня первая съемочная группа во главе с Антоном отправляются исследовать Восточно-Казахстанскую область. Вы узнаете, какие тайны хранят Бухтарминское водохранилище и почувствуете себя настоящим первооткрывателем Алтайского края. А Жулдыс продолжит свое путешествие по Мангастау, и сегодня она побывает в сказочной долине замков. Вы готовы на эти 25 минут отправиться с нами по сказочным местам нашей Родины? Тогда устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Ну а мы продолжаем наше путешествие, и сегодня мы добрались до Восточно-Казахстанской области. Судя по солнцу, уже 8 часов, и где-то здесь должно находиться Бухтарминское водохранилище. Я очень надеюсь, что до темноты я до него доберусь. А напоминаю вам, что хэштег в сетях – это Across the Kazakland. Можете отслеживать, где мы находимся. Где же это водохранилище? Где же? Влюбиться в пейзажи Восточно-Казахстанской области можно с первого взгляда. Здесь уникальный ландшафт перекликается с разнообразной культурой и традициями. За одну поездку можно ознакомиться с богатым кочевым наследием казахов, узнать тонкости рыболовства, посетить ферму моралов, а местные старожилы поделятся с нами самыми захватывающими легендами. Все это подарит вам незабываемые впечатления. Дорога в Восточно-Казахстанскую область выдалась для нашей съемочной группы настоящим испытанием. Проливной дождь, сильный ветер, холод. И это еще не все стихии, которые пришлось пережить. Однако сегодня удача на нашей стороне. Погода нормализовалась. Наконец-то вышло солнце. Надеемся, фортуна сопроводит нас на всем пути. А пока группа разбирается, в какую сторону двигаться дальше, давайте узнаем, не заблудились ли наши коллеги на просторах Мангыстау. Путешествуя по западному Казахстану, не перестаешь удивляться тому, насколько же он контрастен по своей природе. Бескрайний Каспий, уникальные древнейшие памятники архитектуры, космические пейзажи. Не хватит и недели, чтобы везде побывать и все посмотреть. И сегодня наша вторая съемочная группа направляется в долину замков. Горы Айракты Шоманай. Находится это место в двух часах езды от города Актау. Издалека кажется, что ты подъезжаешь к сказочным дворцам со шпилями, башнями и колоннадами. Но на самом деле это самые обычные Астанцевые горы. Сам полуостров Мангыстау представляет собой западную оконечность туранской низменности. В свое время это все было под дном большого моря Тетис, который покрывал практически всю территорию Казахстана. И это сложные геологические процессы, в результате которых происходили поднятия, опускания. И вот в неогеновый период, то есть это уже Кайнезойская эра, происходило поднятие гор Кавказа, горы Каратау, Мангыстау поднимались. И вот когда они поднимались, море потихоньку отходило. То есть формировалось, как сам современный бассейн Каспийского моря. И образовывались вот эти, и плата Устюрт образовалась. То есть они освободились от моря. Фантастические моллюски, обитавшие в нем, сформировали неописуемой красоты коры, а тектонические движения – ландшафт. Когда вода ушла, ветер, словно ювелир, на протяжении многих тысячелетий вытачивал из скал и отрогов настоящие произведения искусства. Долина замков безводна и практически лишена какой-либо древовидной растительности. Как говорят на полуострове Мангышлак, земля обнажена до костей. Можно ли выжить в таких условиях? Мы расскажем чуть позже. А пока переместимся на восток. Антон сейчас совсем один. Без сотовой связи, интернета и даже простой карты. Бескрайняя степь. Вокруг ни души. Наш ведущий Антон пытается отыскать Бухтарминское водохранилище. Все мы сегодня привыкли пользоваться электронными картами, навигаторами и прочими гаджетами, которые в один клик проложат маршрут к пункту назначения. А здесь, увы, цивилизация далеко, точно так же, как и мобильная сеть. Так что Антону придется путь к водоему прокладывать по памяти. Надеемся, что с ней у него нет проблем. Бухтарминское водохранилище, или как местные его называют просто Бухтарма, находится в 100 километрах от Усть-Каменогорска. Принято считать, что Бухтарма появилась 19 апреля 1969 года. Именно в этот день Иртыш начал разливать свои воды средь горных долин. Это событие ждали не много, не мало 10 лет. В 1951 году было спроектировано строительство Бухтарминской ГЭС. Объект возводили быстрыми темпами, не останавливая работу даже в суровые морозы. Изначально на озеро стали приезжать охотники и рыбаки. Из года в год они обустраивали территорию, строили небольшие домики, где можно было остановиться на несколько дней. Можно сказать, что это были основатели современного Усть-Каменогорска. Вскоре молва о чудесном водоеме распространилась по всей Казы СССР. И тогда базу отдыха для своих сотрудников стали строить многие предприятия. Да, путь оказался не близкий. Уже совсем темнее. Наша съемочная команда не успеет добраться до Бухтармы. Поэтому мы решили отдохнуть, а утром продолжить путь. Напоминаем, дорогие телезрители, если вы вдруг пропустили выпуск нашей программы, то вы сможете найти его в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakhLand. Вторая наша съемочная группа работает несмотря ни на что. Даже 40-градусная жара ей не помеха. Кстати, отправляясь в поездку по долинам Мангестау, позаботьтесь о достаточном количестве еды, воды, теплой одежде. Днем здесь, конечно, пекло. А вот ночью земля остывает, и температура может опускаться до 10 градусов. Также здесь бушует сильный ветер. Бывают пыльные бури. Учитывая все эти нюансы, ваше путешествие ничто не омрачит. Если вы не боитесь отважных путешествий по местам, далеким от цивилизации, тогда эта поездка вам точно понравится. Сам по себе туризм в Мангестау можно разделить на три части. Рекреационный, религиозный и этнический. Самый интересный, по мнению большинства, рекреационный туризм. Это путешествие для отдыха, для восстановления физических и душевных сил. Местные верят, что именно эти горы оказывают положительное влияние на людей. Долина хранит множество тайн и легенд. Гора Ойракты Шоманай, или как ее еще называют Кайрактау, в переводе с казахского языка означает «раздвоенная». С высоты птичьего полета видно, что она выделяется среди всех своей величиной и необычной формой в виде подковы. Местные жители верят, что она приносит большую удачу путникам. На вершину Айракты и раздвоенной горы с южной стороны ведет малоприметная тропа. Говорят, там есть глубокая пещера, в которую нельзя входить. А давайте мы поднимемся и посмотрим, что там есть. Жулдыз, а может не стоит? Не зря же в народе существуют различные поверья. Эх, любопытство все же берет вверх. Пока Жулдыз поднимается, предлагаем узнать, где же сейчас находится Антон и как прошла его ночевка в степи. А ночи в степи холодные, поэтому на всякий случай лучше всегда при себе иметь палатку и спальный мешок. Отправляясь в такие поездки, никогда не знаешь, где тебе придется остановиться. Хорошо, что все обошлось, и мы можем продолжить путь к Бухтарминскому водохранилищу. Вы только посмотрите. Нет, это не картина Ван Гога под Солнухи. Эта красота находится в Восточно-Казахстанской области. Где-то здесь наш Антон ищет дорогу к Бухтарме. Пока он вспоминает, расскажем вам об одноименном поселке, что находится на берегу. История его начинается в 1861 году. Тогда было принято решение о строительстве военной крепости, так как нужно было укреплять границу с Китаем. К тому же российские чиновники полагали, что через поселение можно будет проложить торговые пути. Позже выяснилось, что караваном из Поднебесной проходить здесь неудобно. Повсюду горы, да и судоходство на Иртыше развито было слабо. Однако поселок все же приобрел широкую известность. Дело в том, что он лежал на пути ученых, художников, поэтов, музыкантов, двигающихся на Алтай. Невозможно было проехать мимо сказочных пейзажей и не остановиться здесь, хотя бы на пару дней. Так художник Николай Петров отметил, что эти виды ни в чем не уступают альпийским или швейцарским. Напротив, во многом превосходит их. Предгорье Алтая считается одним из самых живописных районов Казахстана. Удивительно, каким образом пустыни переходят в леса, а степь – в горы. А еще здесь очень много рек и озер. Более 40% водных запасов сосредоточены в Восточном Казахстане. А вот и наш Антон всю ночь шел по степи и, наконец, добрался. Водохранилище окружено горами, на склонах которых растут калина, черемуха, хмель, шиповник, радиола розовая и много других лекарственных трав. Кстати, Восточно-Казахстанская область – кладезь целебных растений. Разнообразна и фауна области. Медведи, лисы, волки, зайцы, дикие кабаны – моралы, главные ее обитатели. Богат будет и улов на случай, если вы захотите порыбачить. Это самое большое водохранилище в Казахстане и входит в пятерку крупнейших искусственных водоемов во всем мире. Его площадь вот этой вот всей красоты 5490 квадратных километров, а средняя его глубина где-то около 9 метров. Но вы не волнуйтесь, у берега здесь достаточно мелко, можно очень спокойно входить пешком. Вода чистая и теплая. К сожалению, времени у нас не так много. К вечеру Антон должен успеть добраться до Катон-Карагайского национального парка. Поэтому купание придется отложить до следующего раза. Иначе ведущему снова придется ночевать где-нибудь с волками посреди степи. Второй съемочной группе тоже следовало бы поторопиться. Впереди еще много интересного. Но Жулдес все-таки решила подняться на вершину горы Айракты-Шоманай. На такое отважится не каждый. Крутой подъем, дорога скользкая, дует сильный ветер. Чего не сделаешь ради программы. Спустя полчаса Жулды с большим трудом добралась до пика. Уважаемые телезрители, не забываем про наш конкурс. Для этого вам нужно повторить фотокадр. Разместить его в социальной сети Инстаграм под хэштегом Экроссвы Казахленд. Ну что, вы готовы? Поехали! А теперь посмотрим, как ты спустишься обратно. И помочь тебе даже некому. Впрочем, как и твоему коллеге Антону. Как вы успели уже, наверное, заметить, нашему ведущему Антону постоянно приходится добираться до места назначения самому. То есть пешком. Нет, это не специально. Просто в большинстве случаев ему выпадают такие локации, куда нет доступа для автомобиля. В прошлых выпусках он обошел все горы Алматинской области. В этот же раз ему повезло больше. Кругом степь. И он сам отказался от транспорта. Ну что ж, хорошей прогулки, Антон! Напоминаем вам о конкурсе. Если вы сможете повторить нашу фотографию, выложите ее в Инстаграм с хэштегом AcrossTheKazachLand. У вас есть шанс выиграть интересные призы. После обеда Антон добрался до Катон-Карагайского национального парка самого большого в Казахстане. Площадь охраняемой территории превышает полмиллиона гектаров. Находится парк в самом живописном районе Южного Алтая на границе с Россией с одной стороны и с Китаем с другой. Если вы никогда здесь не были, нужно немедленно это исправлять. Почему, спросите вы. Совсем скоро вы сами это поймете. Даже наш опытный турист Антон, которого сложно чем-то удивить, сказал, что не раз еще вернется в эти края. И на это есть несколько причин. И вот неожиданно мы находимся в усадьбе Ясная Поляна. Именно Ясная Поляна. Опа! Ха-ха-ха! Настоящий сруб. Ключики. Вот так. Интересная березовая дверь. А здесь у нас кто-то уже живет. Кажется, жильцы. Гостевой дом находится посреди березовой рощи. Чистый, свежий воздух, пение птиц, интерьер. Чувствуешь себя здесь? Точно ты оказался героем какой-нибудь русской сказки. В доме пахнет интересным таким древесным, чистым запахом. Я не могу его даже определить, но ощущение какой-то свежести возникает. И все вот как-то в таком аутентичном странном стиле. А это что такое? А это цивилизация. На Алтае цивилизация. Ну, в общем, по-моему, очень даже очень приличная. Печка. Ребята, здесь есть печка. И судя по тому, что на ней стоят вещи, она явно функционирующая. База отдыха была специально создана для тех, кто мечтает отдохнуть от шумного мегаполиса, суеты, отключив все сотовые телефоны и просто побыть наедине с природой. После долгой дороги для нашей съемочной группы это настоящий рай. В общем, окунуться к истокам времени и ощутить себя настоящим пеплопроходцем старины можно здесь всеми полным благами и комфортом. Не нарадуется Антон своему счастью. Сегодня у него есть крыша над головой. Зато Жулдыс чувствует себя настоящей принцессой долины замков Западного Казахстана. Горный хребет и система небольших останцевых гор это Айрахты Шаманай. В 1851 году находясь в ссылке здесь побывал украинский поэт и художник Тарас Шевченко. Эти горы поразили его и он тут нарисовал серию рисунков под названием долина замков. Айрахтинские горы действительно выглядят как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Пустыня совершенно без всякой растительности, песок да камень, хоть бы деревцы, ничего нет. Так об этом месте писал Тарас Шевченко. Самое интересное, что в Мангостаусской области есть все виды пустынь. Классические, песчаные, задернованные, каменистые, есть и полупустыни. Но не только этот природный феномен привлекает туристов. Многие приезжают сюда, чтобы посмотреть на еще одну загадку на скальные рисунки. В 60-е годы, в 66-е, в 69-е годы работал здесь Алан Георгиевич Медоев. Это была большая Магшласская комплексная экспедиция, которая занималась не только исследованием и каменного века, но занималась исследованием и гравюр. Вышла потом впоследствии книга «Гравюр на скалах», где много было упоминаний о том, что много было рисунков, много было как бы введено в научный оборот таких графических изображений петроглифов на территории Магастала. То есть это и изображение лошадей, изображение конных воинов и так далее. А еще говорят, что здесь можно отыскать останки древнейших животных. Караваны Великого Шелкового Пути также проходили через долину замков. Некоторые туристы находят здесь золотые или серебряные монеты, украшения или драгоценные камни. И пока Жулдыс мечтает о ценной находке эры Мезозоя, Антон продолжает удивляться и не верить своим глазам. Уникальный ландшафт, разнообразная флора и фауна, Алтайский край по праву считается одним из самых чистых в мире. К слову, он входит в 200 приоритетных глобальных экологических регионов по мнению международной организации 3W Living Planet. Красота! А еще на территории усадьбы Ясная Поляна находятся такие аутентичные маленькие домики. Если не ошибаюсь, называется Ауил. Ну-кась! Ребята, это здорово. Три кровати, чудесный запах дерева, крыша. Тоже, тоже посмотрим. Антону так понравилось здесь, что кажется, он даже готов завершить свое путешествие по Казахстану и нам придется искать нового ведущего. Слушайте, здесь просто можно остаться жить. Сами сделали. Это да. Не вот да. Каждый такой домик рассчитан от 3 до 5 человек. В комнате удобные кровати, проведено электричество, по вечерам топят баню, а в большом доме имеются кухни, где можно по желанию приготовить еду самостоятельно. Да, второй съемочной группе сейчас бы не помешало подкрепиться. Придется потерпеть до ужина. Испепеляющая мангоставская жара совсем выбила из строя, а мы еще столько всего не посмотрели. С восточной стороны к горам Шоманай примыкает небольшой обнаженный участок шаровидных конкреций. Здесь можно увидеть свероиды просто идеальных форм, как шары для боулинга. Плато Устюрт усыпано такими каменными шарами. В прошлой программе мы были в долине Торыш и подробно рассказали о том, как они образовались. Если вы пропустили выпуск, то вы с легкостью найдете его в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakhLand. Смотришь на эти сказочные пейзажи и не можешь поверить в то, что они не вечны. Из года в год погодные условия ландшафт меняют до неузнаваемости. Ученые утверждают, что возможно через 5-7 тысяч лет горы навсегда исчезнут с лица земли. И наши потомки смогут увидеть их только на фотографиях или посмотрев нашу программу. Ну а пока мы вновь возвращаемся в Источный Казахстан, где Антон продолжает осваивать Алтайский край и знакомиться с местными жителями. Мы сейчас познакомились с Анбаткой, идем сейчас к кобыле, чтобы подоить из него немножко молока. Хороший вечер, солнце красиво закатывается вниз, а мы подходим к воротам. Здесь, наверное, будут лошади, судя по тому, что под нашими ногами. Антон понятия не имеет, с какой стороны подойти к кобыле. Но учиться никогда не поздно, уверен он. Вы только посмотрите, Антон радуется точно ребенок. Как мало, однако, человеку нужно для счастья. Конечно. Мы не доверили ведро. Отметим, собрать кобыле молоко не так просто. Лошадь доет 5-6 раз в день. И сделать это нужно очень быстро. У доярки есть не больше двух минут. За день кобыла дает примерно 5 литров молока. Сейчас мы собрали не так много, потому что ее подоили полчаса назад. А теперь самый интересный момент. Через несколько минут Сымбат поделится тонкостями изготовления кумыса. Ну, а теперь нас ждет самый интересный процесс. А что это за бочка такая интересная? Эх, Антон, вот что значит городской парень. Это специальная деревянная колода. Для закваски кобыльевого молока используют специальную кумысную закваску из дрожжей и молочной палочки. Процесс брожения должен проходить при температуре 18-20 градусов. При этом каждый раз необходимо тщательно взбалтывать молоко. Сделал кумыс. И как долго надо это делать? Ну, все. Кобыля молоко отличается от других видов. Оно имеет голубоватый оттенок, специфический запах, сладковатый привкус и немного пощипывает язык. Кстати, употреблять его в большом количестве не стоит, так как от кумыса можно легко опьянеть. Крепость самого слабого равняется одному градусу, самый крепкий 4-5 градусов. Ну, меня так просто не могли отпустить. Далее на прощание попробовать собственноручно сделанного кумыса. Теперь мы будем пробовать. Свежий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Какой терки вкус! Ну и сразу голубоватый за раз надо пить? За раз надо пить? Да. Ого же мой. Ну, если не поминается лихом. сказать, что утро следующего дня выдалось прекрасным, ничего не сказать. Ночь, проведенная в Алтайском лесу на свежем воздухе, подарила нам заряд бодрости на весь предстоящий день. Правда, Антон еще не совсем проснулся. Кажется, утро не его любимое время суток. А мы напоминаем вам, что если повторите наш фотокадр в этой местности и выложите его в вашу социальную сеть и инстаграм под хэштегом Across the Hazacland, у вас есть шанс выиграть призы. Время в путешествии летит незаметно. Вот и наша программа подходит к своему завершению. Нелегко дается нам эта поездка. Многие уже затасковали по дому и родным. Постоянные разъезды ночевки в степи нужно быть сильным, чтобы все это выдержать. Но ребята не отчаиваются и всячески поддерживают друг друга. Вот что значит настоящая команда. Отправляться в такое турне нужно только с проверенными людьми. Продолжайте следить за нашим увлекательным трипом по хэштегу Across the Hazacland. Встретимся совсем скоро! Редактор субтитров